Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает экс-депутат Кировской городской думы Алексей Кузьмин. Прости, пожалуйста, Лёш. Добрый день. Добрый день. Ну что, российская сборная вышла из игры. Чемпионат, тем не менее, мира по футболу продолжается. И я предлагаю продолжить обсуждение футбольной и спортивной темы. Ну, во-первых, чтобы нам все было понятно, и мне, и слушателям. Скажи, пожалуйста, являешься ли ты футбольным фанатом? Мне кажется, на мой взгляд, футбольные фанаты – это те, кто болеют на трибунах с фаерами и с транспарантами. Ну, это такое образное представление о фанате. Я всё-таки, наверное, футбольный болельщик. Я переживаю за свою любимую сборную, переживаю за московский «Спартак». Могу проагитировать свою любимую команду, болею за неё с шести лет. В своё время дедушка подсадил меня на этот футбольный клуб. И с тех пор я слежу за этой командой, слежу за результатами, за игроками и так далее. И если мы сейчас будем обсуждать тему выступления нашей сборной на чемпионате мира, то, конечно, хотелось бы отметить, что изменилось отношение и моё, и, наверное, всех россиян к нашей сборной. Тот скептицизм, та неуверенность в игроках, которая была ранее, она, наверное, перечеркнулась матчем с Испанией, ну и матчем с Хорватией в том числе, несмотря на то, что наша команда проиграла. Но всё-таки, конечно, выражаю слова благодарности нашим ребятам, которые играли за свою страну, за свою сборную. Мне очень понравился заголовок твиттер-аккаунта официального нашей сборной «Ты у меня одна». Это как текст из знаменитой песни. Но действительно, эта сборная, она у нас одна. Ну, нет у нас больше другой сборной, нет у нас других игроков, к сожалению и к счастью. Но вот она такая, какая она есть. И мы должны любить нашу страну, любить нашу сборную, несмотря на результаты. Но всё-таки, конечно, хотелось бы увидеть, как русские быстро запрягают, долго запрягают и быстро едут. Очень, конечно, хотелось этого увидеть. Хотелось, чтобы наша сборная оказалась неожиданно в финале, ну и победила какую-нибудь бельгийскую или английскую сборную. Но ты удовлетворён результатом нашего выхода в четверг финал. Тем не менее, безусловно, да, лично я удовлетворён результатом. Естественно, я, моя семья, мои знакомые все смотрели этот матч, естественно, переживали, плакали, ревели, веселились вместе с нашей сборной. На фан-зону, которую мы берём её в кавычках, ну, надо сразу всем сказать, что официальная там фан-зона, она с разрешения FIFA и так далее, и так далее. Ну, вот то, что по требованию, по просьбам или по требованию кировчан власти городские с помощью правительства области на театральной площади как раз минувшие выходные устроили своеобразную фан-зону для того, чтобы люди могли поболеть за нашу сборную в игре против Хорватии. Сам ты был там? Я проходил мимо этой площадки. Наверное, всё-таки фан-зоной эту территорию назвать тяжело. Это всё-таки некое публичное место для просмотра футбольных матчей. Я бы так назвал эту площадку. Конечно, организация, естественно, оставляет желать лучшего, потому что это всё было очень спонтанно. Ну, как в России говорится, лучше поздно, чем никогда. А лучше ли? А лучше ли? Вот посмотри. Не знаю, лучше, потому что всё-таки городские власти, там Илья Шульгин говорил, что эту площадку мы будем делать на частные деньги, на деньги спонсоров. А в итоге получилось, как опять один миллион рублей экстренно из какой-то строки расходов выдернули. Я, конечно, ещё не уточнял, в документах не смотрел, из какой именно строки была выдернута эта сумма и страчены бюджетные деньги. Всё-таки, если бы нашёлся какой-то спонсор, у нас немало компаний, которые и выиграли, и, скажем так, наживились на этом футбольном чемпионате. У нас есть самый большой пивоваренный завод, который, почему бы и нет, не мог организовать свою фан-зону за свой счёт. Они организовали в своих учреждениях питания. Ну вот, если только так. Тем не менее, это предприятие очень много должно городу, потому что это предприятие зарабатывает на горожанах. Почему бы не сделать горожанам такой хороший, неплохой подарок, тем более этот же один, там, 2 миллиона рублей для самого крупного пивного налогоплательщика в нашем регионе. Это, я думаю, не такие деньги. Пивной налогоплательщик тебе скажет, что мы платим серьёзные налоги в белую в большом количестве, и пускай, собственно говоря, эти деньги использует правительство по своему усмотрению, в том числе и на такие цели. Возможно, но всё-таки хочу отметить, что эти большинство налоговых платежей попадают в федеральный бюджет, а не в региональный, а не в муниципальный. Всё-таки правильной ли была реакция властей на то, чтобы потратить эти деньги и организовать зону для простых? Реакцию властей на этот общественный призыв, а это было именно общественным призывом, когда люди обратились к городским властям через социальные сети, может быть, устно, письменно, для того, чтобы всё-таки дайте людям в каких-то массовых условиях посмотреть футбол, любимые команды. И всё-таки городские власти откликнулись, и какую-никакую территорию, площадку организовали. Но всё-таки, и повторюсь, помимо этого, вот по поводу этого светодиодного экрана, ну, давным-давно уже городу пора приобрести этот светодиодный экран и выставлять его на все значимые события и мероприятия, не платить за аренду непонятным компаниям через непонятные дома культуры и так далее. То есть не надо давать зарабатывать на этом бизнесменам, надо городу эффективно использовать свои бюджетные ресурсы. Ну, либо давать бизнесменам зарабатывать, но при этом с учётом интересов граждан. В том числе, может быть, так. Хорошо. А ещё один аспект проведения Чемпионата мира по футболу. Давай посмотрим вот с разных сторон теперь, да. Считаешь ли ты, что Чемпионат даст толчок к развитию профессионального футбола России, а может быть, и массового? Что теперь? Я вообще более чем уверен, что результаты и итоги этого чемпионата подстегнут родители отдавать своих мальчишек и даже девчонок футбольные секции детские. И я искренне надеюсь, что наши футбольные секции, ДСШ-5, Факел, Прогресс и другие, они сейчас с 1 сентября столкнутся с такой проблемой, что некуда будет записывать детей. У них и так очередь. Мне кажется, повторится ситуация с Сочи 2014, когда после этого события массово родители стали записывать детей в зимние спортивные виды, в зимние виды спорта, в секции детские. Поэтому искренне надеюсь, что всё-таки футбол будет всё больше популяризирован в нашем регионе, в нашем городе и в нашей стране. Да, популяризирован-то популяризирован. Есть ли места, где заниматься ребятам футболом? Потому что, как я уже сказала, очередь в секции по футболу, она и была до сих пор. И есть сейчас, может быть, увеличивается, вот с твоих слов, если так судить, можно сказать. Где заниматься? Депутат Журавлёв, действующий депутат Городской думы Владимир Вениаминович Журавлёв в своём особом мнении на прошлой неделе предложил построить рядом с легкоатлетическим манежем, который сейчас строится, в Вересников футбольный стадион. Я скажу вообще по поводу спортивной инфраструктуры в нашем городе, может быть, следующие слова, что как раз забота городских депутатов, забота муниципальных властей и региональных властей увеличивать финансирование на детский, массовый или профессиональный спорт. Вопрос заключается в том, на какие цели будут направлены новые увеличения финансирования, либо это поездки на соревнования, либо это на инфраструктуру. Так вот, что касается инфраструктурных проектов, то у города на сегодняшний день нет денег даже на латание дыр в действующих спортивных объектах. Единственное, на что можно рассчитывать, это на попадание в федеральные спортивные программы, в программы международные в рамках FIFA, и вот это как раз задача муниципальных властей. Если муниципальным властям интересен развитие детского, массового и профессионального спорта, то всё-таки надо уже выходить из своих чиновничьих кабинетов, делать заявки, участвовать в международных проектах, и тогда инфраструктура в Кирове будет подтягиваться. А просто так заявлять о том, что давайте мы построим этот объект, или давайте мы, как отчитывается городская спортивная власть, у нас есть управление по молодёжи и спорту. Есть региональные. И они отчитываются в том, что почти 70% населения города Кирова занимаются массовым спортом. Вот вы верите в эти цифры? Я тоже не верю. И когда из потолка берутся эти никому непонятные статистические данные о том, что оказывается больше половины населения нашего города занимаются массовым спортом, у меня состоится впечатление, что у нас спортом занимаются чиновники на бумаге. И поэтому надо спорт популяризировать, поэтому нужно городским депутатам добиваться изменения в городском бюджете, увеличивать строки на содержание спортивных объектов, увеличивать финансирование детского массового профессионального спорта. Только так мы получим профессиональные команды, а не те команды, которые сейчас, к сожалению, у нас, можно сказать, канули в лето. Это и Родина, и Динамо, и Олимпия, в том числе и поэтому. Вот смотри, у нас минута до перерыва остается. Все-таки даже во властных структурах подразделения, связанные со спортом, неразрывно связаны с молодежной политикой. Очень странное сочетание, если честно. А мне кажется, что оно вполне может быть и закономерно, потому что если бы развивался массовый детский и юношеский спорт, то вот эта задача по увлечению молодежи в этом городе, чтобы они оставались, как-то развивались, получали лифты, вполне себе закономерно было бы. И с этой точки зрения, как ты оцениваешь работу уже даже не городской, я бы сказала, о региональной власти, вот того подразделения, которое занимается и молодежной, и спортивной политикой вместе. Ну, я неоднократно уже высказывал свою позицию по работе вот как раз тех властей, которые занимаются спортом и молодежной политикой. Но нет у нас в Кировской области ни молодежной политики, и, к сожалению, спорту удивляется все меньше и меньше внимания. И результаты работы этой спортивной и молодежной власти мы видим налицо. Мы видим загибающиеся команды, и мы видим полное отсутствие молодежной занятой. Леш, а с чем это все-таки связано? С отсутствием финансирования? Очень часто звучит денег нет, денег нет. Или с отсутствием профессиональной компетенции, может быть, что-то еще? Мне кажется, и первое, и второе. И профессиональная компетенция, и, естественно, недофинансирование, причем хроническое. Но задача любой власти, любого управленца в чиновничьем кабинете – это добиваться увеличения финансирования на расходы собственного ведомства. Ста власть, которая сейчас этим занимается, может справиться с такой? Видите, что они не справляются. Бюджеты сокращаются, команды разоряются, команды становятся банкротами, инфраструктура ветшает, и ничего в лучшую сторону в спорте и в молодежке не происходит. Алексей Кузьмин, экс-депутат Кировской городской думы. Это его особое мнение. Вы сейчас слушаете. Прервемся на полминуты и продолжим. Особое мнение на 101FM Продолжаем разговор. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает Алексей Кузьмин, экс-депутат Кировской городской думы. И всё-таки как ты считаешь, чемпионат мира по футболу Российской Федерации – это чисто спортивная история или всё-таки политическая? Ну, безусловно, относить исключительно к имиджевой, либо к политической составляющей чемпионата мира, наверное, не совсем правильно. Всё-таки это спортивное международное состязание. Мне очень отрадно, что Россия стала победительницей. Вот в этой лотерее по, скажем так, странам-претендентам на этот чемпионат мы победили. Мы приняли на достойнейшем уровне у себя этот чемпионат. Я видел, что внимание к проведению этого чемпионата, внимание оказывается самое высокое, что выделяются колоссальные средства. Кстати, мы сейчас обозначим ту цифру, которая была израсходована на этот чемпионат. Вот по последним данным официальным, причём на чемпионат потратили на организацию, строительство и так далее, около одного триллиона рублей. Ну, мне кажется, если вдуматься в размер и в масштаб этой цифры, то единственное, с чем её можно сравнить, это с федеральными расходами, например, на здравоохранение. Напомню, что расходы на здравоохранение составили 475 миллиардов рублей, а здесь один триллион. Это два бюджета здравоохранения. То есть надо сопоставлять эти цифры. И когда мы говорим о том, что в нашей стране требуется исключительно хлеб и зрелище, то, наверное, всё-таки превалировать должно желание в сторону хлеба, а не в сторону зрелищ. Но вот, к сожалению, пока ситуация такова, что мы способны и готовы тратить один триллион рублей на развлекательные, спортивные мероприятия, но готовы увеличивать пенсионный возраст, и самое страшное, на мой взгляд, и почему-то об этом слишком мало говорят и мало дискуссий по этому поводу, увеличить НДС, так называемый налоговый манёвр, на 2% до 20%. Поэтому как раз перейдём. Начнём всё-таки с пенсионной реформы, из этих двух вопросов НДС и пенсионной реформы. С пенсионной начнём. Мы, да, вот, во-первых, и НДС, и пенсионная реформа была представлена правительством Российской Федерации именно во время проведения Чемпионата мира по футболу. И поэтому я тебя спросила, всё-таки какая-то история больше, политическая или чисто про спорт. Видим обсуждение пенсионной реформы, видим разную реакцию. Большое количество официальных лиц и известных людей в регионе нашем высказывалось в том ключе, что принципиально они за пенсионную реформу. Принципиально мы за пенсионную реформу, но её надо доработать. Причём доработать-то надо уже к ноябрю месяц. Вот в том-то и дело, да, что почему мы возвращаемся к тому, что когда были объявлены эти инициативы публично, в куларах, естественно, эти темы давным-давно уже обсуждались, но публично это объявлено в день открытия Чемпионата мира. Ну, естественно, политехнологи в разных кабинетах в Москве не дремлют. Естественно, все прекрасно понимают, что эта инициатива будет встречаться в нашей стране негативно. И последние опросы в ЦИОМ говорят о том, что 79% опрошенных считают изменение пенсионного возраста отрицательным явлением в нашей политике, в нашей социальной политике. Поэтому и проведение Чемпионата мира попытались как раз на эмоциях, на положительных чувствах россиян, скажем так, воткнуть, протащить эту инициативу и засунуть через правительство в Государственную Думу. И сейчас Госдума будет это все в скором темпе рассматривать. Так вот, что касается вообще этой всей инициативы, то я не понимаю, если честно, не совсем поддерживаю большинство россиян, которые относятся к этой инициативе явно негативно, но не высказывают свою точку зрения по этому поводу. То есть у нас дискуссия остается исключительно кухонная. Вот те протестные мероприятия, которые прокатились по стране, они были настолько немногочисленны и настолько формализованы, что было понятно, что они все-таки подконтрольны. Вот те же у нас митинговали под окнами Серого дома, Федерация профсоюза. Да, погоди. Они, между прочим, выходят снова на митинг. И мало того, профсоюзы Кировские собрали уже 30 тысяч подписей против повышения пенсионного возраста. Провели, сейчас прямо даже скажу, провели более 1400 собраний, на которых 100% присутствующих выступили за снятие законопроекта с рассмотрением в Госдуме. За снятие, не за доработку и рассмотрение, за снятие, это я сейчас цитирую наших коллег из «Бизнес новостей». Так что нельзя сказать, что они вышли тут на пикет, попикетировали и ушли. Я вообще впервые увидела такое количество представителей профсоюза, в том числе и в нашей студии, довольно активно высказывавшихся, и в общественной палате, и на улицах. Вот по этому поводу, лично мое особое мнение, раз мы в программе особое мнение, то, безусловно, на мой взгляд, ситуация с тем, что профсоюзы митингуют, высказывают свою негативную точку зрения по этой инициативе, собирают подписи, естественно, эта ситуация, она подконтрольная. Естественно, это так называемый воздухоотвод или выпуск пара. А что тебе дает основания говорить, что это подконтрольные выходы? Потому что на всем протяжении деятельности профсоюзных организаций в современной российской истории профсоюзы всегда были около власти. Всегда. Ну, всегда, по любой инициативе. Не было ни одной инициативы, которая прямо или косвенно не поддерживалась потом в итоге профсоюзами. Или, например, давайте мы вернемся к инициативе о монетизации льгот, когда профсоюзы также стали катализаторами, якобы катализаторами оппозиционных и протестных действий. Но к чему это привело? Разве монетизация льгот была отменена? Разве она была снята из Госдумы? Разве она отозвана или изменена правительством? Нет. Это все были воздухоотводы, поэтому очень странно наблюдать вот эти, к сожалению, протестные действия подконтрольные. И когда действительно учителя, педагоги, сотрудники здравоохранения искренне против этой пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста, потому что это непосредственно каждого практически россиянина касается, выходят на эти митинги, пытаются доказать и донести свою позицию. Но, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, они находятся под неким колпаком, управляем колпаком неких протестных оппозиционных действий. И это плохо. Это говорит о неспособности сегодняшней оппозиции каким-то единым кулаком, кому ли как-то собраться и все вместе организовать нечто оппозиционное, нечто протестное. Прямо про оппозицию можно уже, мне кажется, забыть вообще в нашей стране. По крайней мере, на текущий период все действия по оппозиции на выборах любого уровня, в том числе и сейчас на московских выборах, об этом говорят. Но все-таки, еще раз, как ты думаешь, есть ли шанс у профсоюзов стать какой-то новой политической силой в Российской Федерации? — Безусловно, наверное, создатели и инициаторы, и политтехнологи в московских кабинетах, они осознают ту потенциальную роль и те потенциальные возможности, которые есть у профсоюзов. Вы не забывайте, что профсоюзные движения до сих пор сильны, например, в Европе. И есть масса примеров, когда профсоюзы добиваются своего. В той же Франции, не дай бог, какая-то инициатива правительства, которая негативно отразится на рабочих, она без согласования с профсоюзами, но никогда в жизни все им не зайдет. — Ну и мы сразу видим в той же Франции массовые забастовки, которые касаются и международных, например, перевозок и так далее. — Профсоюзы играют существенную роль в Европе, и на них можно ориентироваться. Но мне кажется, в России, я говорю, вот это профсоюзное движение, оно умирало несколько десятилетий уже, несколько лет. — Есть у них сейчас шанс вернуть к себе доверие? — Нет у них шансов, нет инициативы, потому что любое профсоюзное руководство, будь то на заводе, будь то в регионе, будь то на федеральном уровне, оно всегда будет подконтрольно руководством завода, региона, федерального центра. Это вот в нашей стране, к сожалению, это естественно, и от этого никто не отойдет. Дать им какую-то возможность выступить неким катализатором оппозиции, я думаю, это исключительно воздухоотвод. — Еще один момент, который связан с пенсионной реформой, в том числе и в этой студии очень часто эксперты говорят, что молодежь совершенно не обсуждает пенсионную реформу, пассивно не высказывается. Вот ты представитель молодежи, пожалуйста. — Ты сам лично о пенсионной реформе, что думаешь в отношении себя, и что твои ровесники или, может быть, люди помоложе говорят об этом? — Лично вообще о себе я не пекусь о своей пенсии будущей, потому что в нашей стране все меняется даже не за год, не за полгода, все меняется буквально каждый месяц. Поэтому загадывать о том, какая у меня будет пенсия, насколько она будет высокая, насколько она будет достойной, я даже сейчас не загадываю. Если ты хочешь молодой и целеустремленный, если ты хочешь жить в старости достойно, зарабатывай сейчас, делай деньги сейчас. Иначе в нашем государстве не на что рассчитывать. Вы видели, как были заморожена накопительная часть пенсии, когда люди копили, откладывали, делали какие-то взносы, и в одномоментно, и уже до сих пор, уже на протяжении, по-моему, пяти лет, накопительная часть пенсии заморожена. Ну, что значит заморожена? То есть государство, по сути, национализировало. Ну, в общем, ничего ведь, получается, не изменилось. Есть реформа, нет реформы, ты считаешь, что надо рассчитывать только на себя? Рассчитывать исключительно на себя. Это первое. А второе, на что бы я хотел обратить внимание, и очень странно, что люди почему-то об этом не думают, вот уже на протяжении 18 лет власть не добилась того, чтобы средняя заработная оплата была настолько высока, чтобы работающие россияне смогли содержать действующих пенсионеров. Вот вы знаете, что по статистике, ну, по последним цифрам, на каждого пенсионера приходится половина работающего россиянина. В Кировской области примерно так же, но почему-то очень странно, это, кстати говоря, цифра, которую называл глава Кировского отделения пенсионного фонда, что на одного пенсионера при здоровой экономике должно работать три работоспособных действующих человека. Все правильно он назвал, при здоровой экономике. Это очень странно, потому что такая ситуация, когда меньшее гораздо соотношение, примерно как у нас во всей Европе и в Японии, существует. Поэтому там тоже вводятся различные пенсионные изменения. В том числе, одна из проблем колоссального дефицита пенсионного фонда, это проблема в том, что пенсионный фонд не умеет и не может и, наверное, не хочет зарабатывать на пенсионных накоплениях. Вы знаете, что норвежский пенсионный фонд, например, является одним из самых доходных предприятий во всем мире. Они вкладывают пенсионное накопление норвежца в ценные бумаги по всему миру. Они зарабатывают колоссальные средства на старость норвежцам. И любой норвежец знает, что отложив определенную сумму сегодня, он получит эту сумму, умноженную в несколько десятков раз потом. Вывод. Первое. Пенсионный фонд не умеет, не хочет, не может зарабатывать. Второе. Государство за 18 лет не создало в экономике таких условий, чтобы средняя зарплата россиянина позволяла платить столько налогов, чтобы содержать действующих пенсионеров. Третье. Очень некрасиво и неправильно объявлять об этой инициативе в день начала чемпионата мира, тем самым показывая свое отношение к мнению россиян. В-четвертых. Не нужно создавать подколпакную, подконтрольную оппозиционную движуху вокруг этой инициативы в виде просоюзных организаций, которые, ну, все знают, что они подконтрольны властям. Ну, зачем вот так откровенно демонстрировать свое отношение к мнению россиян? Справедливая Россия, например, в Госдуму внесла несколько тысяч подписей за то, чтобы снять эту инициативу с пленарки. Будет снята, как ты думаешь? Да не будет у нас снята, потому что оппозицию действующую не слушают, а слушают только подконтрольную. Прервемся буквально на полтора минуты. У нас реклама, и мы продолжим «Особое мнение» с Алексеем Кузьминым. «Особое мнение» на 101FM Продолжаем программу «Особое мнение». В студии работает Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает экс-депутат Кировской городской думы Алексей Кузьмин. Ну вот, ты сказал, что мало внимания уделяется и второй инициативе, которую правительство Российской Федерации озвучило. И уже даже в Госдуме приняли в первом чтении законопроекта о повышении НДС с 18 до 20%. Если пенсионные накопления и пенсия вообще как-то понятны еще более-менее россиянам, то НДС, мне кажется, мне кажется, я не знаю, понятна только маленькая часть населения, которое занимается бизнесом, например. Поправь меня, если я не права, и расскажи, что ты считаешь нужным сказать по поводу этой инициативы законопроекта. Так и есть, к сожалению, россияне не удивляют вот этой второй драконовской инициативе, как ее называют, должного внимания, повышения НДС на 2%. Хочу объяснить, что, не объяснить, а, может быть, сказать такую фразу, что любой товар, который покупается и продается, он рано или поздно включает в себя НДС. Либо это через оптового посредника, либо через дистрибуцию, либо через продуктовый магазин, неважно. В большинстве своем в этот товар, безусловно, заложен НДС. И когда на 2% будет увеличен НДС, безусловно, любой производитель, любой дистрибьютор, он будет повышать стоимость товара. То есть, эта стоимость ляжет в карманы, на карманы бизнеса, как оптового покупателя товаров и рядового россиянина, как розничного покупателя этих товаров. И 2%, вы, наверное, думаете, что это такие совсем ничтожные наценки, ничтожные деньги, но на самом деле в масштабах страны это колоссальные деньги. И правительство планирует выручить от этого налогового, так называемого, маневра порядка 630 миллиардов рублей. И вот представители, например, Единой России в Государственной Думе, пытаясь защитить эту инициативу, а они вынуждены сейчас защищать эту инициативу, потому что она была спущена с правительства лидером этой партии, Медведевым, что пенсионный возраст, что ставка НДС. И Единая Россия понимает, что это резко отразится на их рейтинге, на их имидже. Впереди Госдумовская кампания, и мне кажется, после этих инициатив рейтинги Единой России будут таять, как сосульки по весне. Поэтому это их проблема, но тем не менее, они вынуждены защищать эти инициативы, и они оправдываются это тем, что бюджет поступит 630 миллиардов рублей. Это деньги, которые будут направлены на здравоохранение, на образование, на инфраструктуру. На майские указы президента. Как обычно, на все, по чуть-чуть маслом по бутерброду. Но мне кажется, что есть другие инициативы, и они обсуждаются уже достаточно давно, они аргументированы. В том числе, справедливая Россия уже не один год добивается изменения, увеличения, прошу прощения, введения прогрессивной шкалы налогообложения. Это тогда, когда богатые будут платить налогов больше, бедные меньше. То есть это социально справедливо, это правильно. Такая схема, такая система работает во всей цивилизованной Европе и в странах западного мира. Поэтому мне кажется, что эту инициативу надо продвигать, и она принесет в бюджет гораздо больше финансовых ресурсов, чем 630 миллиардов рублей в год. По подсчетам экономических экспертов, эта инициатива принесет до 1 триллиона рублей ежегодно. Так вот, давайте мы лучше богатых, сверхбогатых обложим дополнительными налогами, нагрузку на бедных мы снизим, и тем самым мы увеличим поступление в бюджет. У нас колоссальная статья расходов на оборону, на правоохранительную деятельность структуры, на национальную безопасность. Например, на оборону в этом году бюджет заложен 2,8 триллиона рублей, на нацбезопасность и правоохранительные органы. Кстати, все они, их не касается практически всех, повышение пенсионного возраста. Вы знаете, как раз, кто к ним относится, это 2,6 триллионов рублей. И правильно вы заметили, что 45 лет – это возраст выхода на пенсию сотрудника правоохранительных органов. Здоровый мужик выходит на пенсию в 45 лет. А может быть, еле перебирающий ноги пенсионер, который в 60 с лишним лет испытывает колоссальные проблемы со здоровьем, не может себе позволить пенсионное содержание, не может себе позволить отдохнуть, съездить на дачу, съездить в Сочи, в Крым и на эту пенсию. Но вот здоровый мужик, 45 лет, причем с колоссальной физической подготовкой, выходит на пенсию правоохранительных органов, это не коснулось. Возвращаемся к НДС. Ты считаешь, так же, как и в пенсионной реформе, и второе чтение пройдет законопроект и будет принято. А это финал или еще будет повышаться НДС? По-моему, этот маневр предполагает до 20% увеличить. Хотя ранее изначально, начиная с 2000-х годов, и президент Владимир Путин, и правительство неоднократно заявляли, что НДС повышать не надо, нужно найти другие пути, нужно, наоборот, НДС понижать. Но, мне кажется, после того, как правительство запустило под шумок эту инициативу, эта инициатива Госдуме, как и пенсионная реформа, будет принята очень быстро. Я думаю, до летней сессии Госдума во главе с Володиным быстро разберутся с этими инициативами и примут нужные для них решения. Алексей Кузьмин, экс-депутат Кировской городской думы, в программе «Особое мнение». Дан старт формирования нового состава общественной палаты Кировской области и даже уже завтра, последний день, подачи документов по спискам губернатора и по спискам от ОЗС. Ты подал заявление, скажи? Я сегодня, либо завтра буду подавать это заявление от общественной палаты, которая выдвигает мою кандидатуру в общественную... От общественной организации, которая будет выдвигать мою кандидатуру в общественную палату, мне кажется, что роль общественной палаты в нашем регионе усиливается. Она проявляет всё большую активность. Мне это нравится, мне это импонирует. Почему бы не работать, не проявлять свой интерес в этом органе? Тем более, что на носу большой выборный год, когда будут большие выборы в областное ЗАГС собрание, в Кировскую городскую думу. Мне кажется, что общественная палата станет плацдармом для многих кандидатов, депутатов разных уровней. Я думаю, что это правильно, эта инициатива вызывает лишь доверие и уважение. Роль общественной палаты растёт, это приятно. Какой состав палаты общественной ты считал бы эффективным и привлекательным? Если он сейчас уже растёт, ты считаешь, что уже более эффективные люди пришли в палату. А какой она должна быть, на твой взгляд? Мне кажется, что главное, чего нельзя допустить в общественной палате, это то, чтобы люди туда шли за каким-то статусом, чтобы за какими-то корочками, чтобы махать в чиновничьих кабинетах своим общественным статусом. Если туда не пойдут люди с такой инициативой, а пойдут люди, действительно, желающие и способные работать, способные доказывать и отстаивать свою точку зрения, точку зрения своих представителей, то, мне кажется, роль общественной палаты будет только возрастать. А сейчас, к сожалению, и в действующем созыве общественной палаты всё-таки есть статисты. Я смотрел как раз цифры посещения заседания общественной палаты, и там есть персонажи, которые просто не ходят даже на заседания, не участвуют в общественной и публичной жизни. Ну, какой толк от них в этом органе? Ну, значит, от таких людей общественная палата должна избавляться. Ну, вот, кстати говоря, этот рейтинг... ...поцессия губернатора и общественников избрать туда компетентных людей. Хорошо, что ты напомнил про этот рейтинг, который когда-то в инициативе Андрея Усенко там был введён, где учитывалось и посещение, и проекты, в которых участвует, и освещение деятельности палаты в СМИ. Как-то подзабыли его, не смотрят сейчас, что там по итогам-то. Надо будет посмотреть, когда люди пройдут в общественную палату, и сравнить вот эти вот списки. Итоговый рейтинг. Ну, в прошлый раз, когда надо было выбирать секретаря общественной палаты, после того, как Дмитрий Александрович Курдюмов ушёл в правительство Кировской области, там настоящая борьба развернулась за место секретаря, что, наверное, хорошо. Это здоровая конкуренция, это правильно. Ты считаешь, кто вот сейчас, на твой взгляд, мог бы возглавить новый состав общественной палаты Кировской области? Мне хотелось бы концентрировать внимание на конкретных фамилиях. Во-первых, ещё неизвестен состав общественной палаты, то есть мы не знаем, какие кандидатуры туда попадут, какие фамилии будут представлены, какие организации будут там работать и представлять интересы. Поэтому на фамилии, наверное, я бы не сконцентрировался. Хорошо. У нас два вопроса и три минуты до завершения нашей программы. Я бы всё-таки взяла одну из городских тем. Ян Чеботарёв, юрист, наш эксперт, считает, что Александровский костёл должен быть возвращён католикам кировским. Он считает, что их требования законны, и если возвращают здание Русской Православной Церкви, то и другие конфессии, согласно закону, имеют право вернуть своё имущество. Это 16-го или 18-го, не помню, вот здесь вот в этих цифрах будет суд. Как ты считаешь, какое решение примет суд? Вернут? Не вернут? Вообще, инициатива с передачей муниципальных земель и муниципальных помещений и зданий в лоно церквей различных, будь то РПЦ, будь то католическая церковь, это всегда очень болезненный вопрос. Я помню, как эти инициативы обсуждались в здании Городской Думы. И буквально через одно заседание был вопрос о передаче имущества РПЦ. Мы передавали здания на Динамовском проезде, мы передавали здания на Орловской, на Урицкого и так далее. Квату? Здания Квату, несколько комплексов. Шесть. Несколько комплексов, да. Это всегда очень болезненные вопросы, потому что город теряет свое имущество. Он теряет помещения, теряет земли и передает их в РПЦ. Как их использует РПЦ? Мы в том числе видим на примере нашего Квату. Здания горят, территория не благоустраивается, территория находится в запустении. И, по сути, этот комплекс находится заброшен, в том числе и потому, что это здание передали РПЦ. Что касается Александровского костела, то мне кажется, что здесь абсолютно правильная инициатива и желание католиков вернуть себе это здание. Почему? Потому что нельзя отдавать преимущество одной из конфессий. Ну, неправильно, это некрасиво. Если в городе есть католики, они желают, имеют право проводить праздники религиозные, проводить собрания и встречи. Они желают не просто проводить собрания, где-то там на Диповской, а они хотят проводить там, где когда-то за средства католиков был построен католик. Нельзя так рубить с плеча и одной их конфессии отдавать все здания, колоссальные комплексы в несколько тысяч квадратных метров и земельные участки, а другой конфессии вот так вот зажимать. И последний вопрос на эту тему. Когда священнослужитель, который у нас возглавляет католический приход, господин Звалинский, был здесь у нас в студии на прошлой неделе, он сказал, что правительство Кировской области, никто из него, даже те, кто отвечает за межконфессиональные отношения и Министерство культуры, которым принадлежит сейчас костел, не вышел ни разу и не поговорил с католиками, не сел за стол переговоров. Вы знаете, у нас есть целый департамент, он называется внутренней информационной политики, и вот одна из функций этого департамента – это взаимодействие с общественными и религиозными организациями. Вот я сколько ни наблюдаю за работой этого департамента, кроме как пиара областной власти и работы в предвыборный период с главами районов и с главами муниципальных поселений, по сути-то этот департамент ничем и не занимается. Хотя он должен заниматься в том числе и налаживанием мостов со всеми конфессиями, и этот вопрос – это в их компетенции вопрос. Алексей Кузьмин, экс-депутат Кировской городской думы, был сегодня в программе «Особое мнение». Леша, спасибо тебе большое. Спасибо. До новых встреч. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания. Особое мнение на 101FM